Друзья, дорогие, наша тема медицинская сегодня такая. Три теста для будущих защитников Родины. Детей с язвенной болезнью не призываются. Любой порок, в принципе, любое заболевание сердца – это противопоказание для службы в армии. И очевидно, почему. Потому что это главный орган, армия – это физическая нагрузка. И сердце больное просто не выдерживает. Люди могут внезапно умереть во время исполнения боевого задания. У нас остался третий тест и третий гость. Ольга Васильевна, выходите к нам. Ольга Васильевна, мы вас ждем. Надевайте наш халатик. В нашем халате микрофон, поэтому его надевают все. Давайте мы с вами познакомимся. Откуда вы к нам приехали? Откуда? Люберцы. Из Люберец. Наши подмосковные гости. У вас дети есть? Есть, ребёнок. 26 лет. Мальчик? Да. Какой ещё тест необходим для будущего защитника? Вы можете догадаться, по тому, какую часть тела мы сюда вынесли. Что это? То же самое, что у меня. Позвоночник? Позвоночник. Это и у вас позвоночник, и у меня, и у Германа Шайча, и у всех остальных. Нет, у меня больной. У вас больной? А вот какую болезнь мы ищем, и это абсолютное противопоказание. А вы знаете эту болезнь, название? Болезнь остеохондроза, болезнь Бехтерева. Есть такая болезнь, она называется болезнь Бехтерева. Сейчас мы вам покажем рентгенограмму здорового и больного позвоночника. В чём суть этой болезни, Германа Шайча? Суть этой болезни, что из воспалительного процесса позвоночник спаивается. Он становится как бы буквая палка, он становится негибкий. Нету промежутков. С правой стороны нормальный позвоночник с промежутками, а с левой, посмотрите, как единая кость. Как единая кость. Это болезнь Бехтерева. Всё окостенело. И когда приходит такой пациент, ты его укладываешь на кушетку, а из-за того, что позвоночник гибкий, он без подушки вот так вот лежит. Его голова находится просто в воздухе. Это типичная ситуация. То есть не вот так, а вот так голова. Она не выгибается, не разгибается. Это тоже серьёзная проблема. Это тоже обязательный тест. Итак, желудок, сердце и позвоночник подлежат обязательному обследованию. Чего вы пожелаете всем нашим будущим защитникам Отечества нашего? Чтобы здоровые были. Конечно. Это самое главное. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Спасибо.